Главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир. Чтобы не пропустить главные новости дня, отписывайтесь на наш канал. Сегодня 15 августа. Четверг. И это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Вчера стало известно, что Хамас требовал от Ирана ликвидации премьер-министра Израиля Бениамина Нетанияго. Иран тайно разрабатывает детонаторы для ядерной бомбы. Власти Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей приграничного Глушковского района. Диверсия на базе ВВС в Германии, подозрения на отравление воды. Взрывы на Северном потоке, Германия выдала ордер на арест водолаза-украинца. В Туркмении ограничен доступ к мобильной телефонной связи. Убийство шестилетнего Лиама в Герцлии, мать заявила в суде, что ее похищали инопланетяне. Это главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Кувейская газета Аль-Джарида публикует статью, которая может свидетельствовать о нарастающем напряжении между Исламской республикой Иран и ее сателлитами по вопросу об ответе на недавние ликвидации. Согласно публикации, 11 августа в Иране состоялась встреча, в которой участвовали представители корпуса Стражей Исламской революции Хизбаллы, Хамаса, палестинского исламского джихада хуситов и иракских шиитских ополчений. Представители КСИР призвали воздержаться от ударов по Израилю по меньшей мере до окончания очередного раунда переговоров между Израилем и Хамасом. Группировки потребовали без промедления нанести пассионистам мощные удары со всех направлений, а если американцы придут Израилю на помощь, то ударите по ним. Иранцы назвали это авантюрой, служащей интересам Израиля. Иранская сторона также настаивала на пропорциональности ответа, предлагая, чтобы ответом на ликвидацию Хании стало убийство израильского представителя. Хамас сообщил, что согласится на это при одном условии, если возмездием за убийство главы политбюро группировки станет убийство премьер-министра Израиля Бениамина Нетаниягу. Хизбалла высказалась, что сдерживать удар больше нельзя и что активисты на местах могут взять дела в свои руки. Спор перерос в ругань, и делегаты группировок в ярости покинули совещание. Иран тайно разрабатывает детонаторы для ядерной бомбы. По словам специалистов, детонатор – один из ключевых компонентов для создания полноценного заряда. В течение многих лет разведывательные службы США сообщали в своих ежегодных отчетах, что Иран не предпринимает основных действий по разработке компонентов ядерного оружия, необходимых для создания устройства, которое можно было бы испытать. Новая информация показывает, что Исламская республика наращивает усилия по завершению цикла производства ядерного оружия, включая обогащение урана до высокого уровня производства устройств для подрыва заряда и разработку ракет, способных нести ядерные боеголовки. Власти Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей приграничного Глушковского района. В Глушковском районе объявляется обязательная эвакуация жителей, сообщил вре губернатора Курской области Алексей Смирнов. Глушково – административный центр Глушковского района, который граничит с Украиной. За неделю боев в Курской области российским войскам не удалось остановить наступление ВСУ. Украинские бригады, судя по данным из открытых источников, заняли город Суджа, продвинулись на запад, к окраинам города Коренева, а также прошли полпути до города Льгов на север. В Курской области уже объявили эвакуацию жителей Суджанского, Глушковского, Рыльского, Кореневского и Большесолдатского районов. Все они, кроме Большесолдатского, граничат с Украиной. Диверсия на базе ВВС в Германии, подозрения на отравление воды. Солдаты пожаловались на сильные боли в животе. Запрещен вход и выход с базы. Военная полиция Германии расследует подозрения на проникновение на базу ВВС Бундесвера Вахн в Кольне и отравление воды. Расследование началось после того, как военнослужащие сообщили, что ночью видели подозрительного человека возле автономной системы водоснабжения базы, которому удалось скрыться. Позже пожарные базы обратились с жалобами на сильные боли в животе. В ходе расследования был обнаружен пролом в заграждении базы. Пробы воды отправлены на лабораторный анализ. С начала войны России в Украине в Германии неоднократно сообщали о попытках диверсии на военных базах Бундесвера. Напомним, что Берлин оказывает Киеву как военную, так и финансовую помощь в борьбе с российской агрессией. Взрывы на Северном потоке. Германия выдала ордер на арест водолаза-украинца. Германия выдала европейский ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, который предположительно входил в команду взорвавшую газопроводы Северный поток, пишут немецкие СМИ. Следователи полагают, что мужчина, который проживал в Польше, был одним из водолазов, которые в сентябре 2022 года заложили взрывные устройства на трубопроводах, идущих из России в Германию по дну Балтийского моря. До сих пор остается неизвестным, кто стоял за взрывами, уничтожившими три из четырех трубопроводов, которые стали символом зависимости Германии от газа из России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Единственный мобильный оператор Туркменистана Алтын Асыр прекратил продажу новых сим-карт для телефонов, сообщил корреспондент Азатлык, туркменской службы радиосвобода. Сотрудники компании отказывают 16-летним гражданам, которые получили паспорта и обратились за сим-картой, говоря, что у них нет свободных телефонных номеров, рассказал изданию житель Ашхабада. По его словам, раньше подавшие заявку на покупку сим-карт и записывались в очередь. Но теперь и этого сделать нельзя. Туркменистан считается одним из самых закрытых государств в мире. Правительство страны контролирует доступ жителей к информации, пытается препятствовать утечкам из Туркменистана и одновременно блокирует сообщения с критикой Ашхабада из-за рубежа, отмечает радиосвобода. Крупные соцсети и независимые новостные агентства заблокированы в Туркменистане в течение многих лет. Убийство шестилетнего Лиама в Герцлии, мать заявила в суде, что ее похищали инопланетяне. Сигаль Яна Ицкович может быть признана невменяемой после предъявления обвинений. Женщина, подозреваемая в убийстве шестилетнего сына Лиама в Герцлии, заявила в суде, что подверглась нападению инопланетян и попросила судей освободить ее. Отметим, что женщина не впервые рассказывает об инопланетянах в контексте расследуемого преступления. 22 июля стало известно, что на допросе она заявила о приказе убить мальчика, который якобы получила от инопланетян. А в 2018 году она угрожала спрыгнуть с крыши здания в Иерусалиме вместе с новорожденным ребенком.